доброго дня приветствуем вас на канале интернет магазина энергомаг меня зовут александр и я предлагаю новое видео на тему обеспечивает ли популярная в интернете и в youtube схема установка узо плюс реле контроля напряжения стопроцентную защиту человека от поражения электрическим током в начале видео традиционно хочу поблагодарить наших подписчиков которые остаются с нами и помогают развивать наш канал огромное спасибо если вы попали на наш канал впервые я рекомендую вам подписаться на наш канал для того чтобы регулярно получать новые интересные видео по теме системы заземления электромонтажные работы молния защита дома твердотопливные котлы солнечные станции и по другому оборудованию которое представлено нашем сайте энергомаг.нет также я рекомендую вам досмотреть данное видео до конца для того чтобы получить полную информацию по теме сегодняшнем видео в предыдущем видео я рассказывал о том почему правила устройства электроустановок запрещают устанавливать узо в квартирах советской постройки и это видео вы можете посмотреть по ссылке в описании к данному ролику следующее видео которое выйдет на нашем канале будет на тему сколько узо или диф автоматов должно быть в электрощите квартиры или дома для надежной защиты и для удобства эксплуатации теперь давайте перейдем к теме сегодняшним видео в начале я расскажу о этой схеме узо плюс реле контроля напряжения а далее объясню чем опасна такая схема в правилах устройства электроустановки украины есть пункт 1781 в котором четко сказано что узо запрещено использовать системах тнс тнс система это такая система заземления которая применялась домах и квартирах времен ссср пункт 1781 прямо гласит запрещено какой подход нашего человека если запрещено но очень хочется то можно и вот такая схема узо плюс реле напряжения есть результат такого хочется и можно почему электромонтажники применяют такую схему они хотят чтобы в квартирах советской постройки появилось защитное заземление в квартире даже не так когда их клиенты которые проживают в этих квартирах в разговоре когда они встречаются перед заменой электропроводки спрашивают после замены электропроводки в розетках будет заземление ответ да конечно я вам поставлю узо и реле контроля напряжения для защиты от обрыва нуля и это будет правильно из чего состоит такая схема на вводе в квартирный щит устанавливается узо и реле контроля напряжения якобы для защиты от обрыва нуля предлагаю посмотреть видео где автор дмитрий дурнев рассказывает именно о такой схеме и так вот бюджетный вариант откроем в одно узо реле напряжения и групповые автоматы здесь нет никаких дополнительных узо там на 10 миллиампер на ток утечки бюджетный вариант поэтому только одно узо почему узо я установил в квартире потому что оно имеет свойства чаще ну за чаще срабатывать чем автомат поэтому лучше бегать до своего щитка до своего щитка нежели бегать до этажного вот такая вот схема это правильная схема ни в коем случае нельзя подключать заземление на ноль не поленитесь просверлите отверстия в корпусе щитка и подключитесь на болт именно так как я показал вот как-то так как-то так давайте разберемся с ошибками в этой схеме а далее посмотрим видео как дмитрий организовал заземление в этой квартире ошибка номер один опять возвращаемся к пункту 1781 узо запрещено устанавливать системе тенсии почему нельзя устанавливать узо я подробно рассказывал в предыдущем видео и не буду останавливаться на этом вопросе вы просто пока примите как аксиому запрещено и все ошибка номер два дмитрий понимая что в случае обрыва ноля на заземляющих контактах бытовых розеток в квартире может появиться опасный для жизни человека потенциал устанавливает реле контроля напряжения предполагая что если произойдет обрыв ноля напряжение в розетках может повыситься до 380 вольт и это реально возможно и в свою очередь реле контроля напряжения отключит квартиру и тем самым обеспечит защиту человека от поражения электрическим током вроде все правильно но при обрыве ноля напряжение в розетках может находиться в допустимых пределах в допустимых для справки это плюс-минус 10 процентов от 220 вольт все зависит от того как нагружены фазы в подъездах момент обрыва ноля и это видно на диаграмме напряжения для того чтобы узо работала систему tnc необходимо переделать в систему tnc с то есть на вводе нужно сделать повторный контур заземления и никаким другим способом давайте вернемся к дмитрию дурневу и посмотрим как он организовал заземление в этажном щите для начала вспомним его слова которые мы уже слышали ни в коем случае нельзя подключать заземление на ноль не поленитесь просверлите отверстия в корпусе щитка и подключитесь на болт именно так как я показал а теперь собственно видео о заземлении как здесь организована схема вот четыре ореха раз два три четыре три фазы и один совмещенный проводник нулевой защитный обратите внимание что с нулевого проводника где-то тут он занят провод подключен вот на пол на корпус и на между прочим символом заземления то есть корпус у нас по сути заземлен как я подключил свой заземляющий проводник я нашел на корпусе отверстия зачистил его болт шестерка гайка шайба гровер и под болт м6 колечком подключен мой нулевой защитник здесь как говорится комментарий излишне дмитрий сказал нельзя и сделал зануление вывод установка узо и реле контроля напряжения без выполнения повторного контура заземления не только не обеспечивают защиту от поражения человека электрическим током но и опасно для жизни жильцов такой квартиры комментарии похожие которые к нашим видео тоже есть комментарии я понимаю что я делаю неправильно но у заказчика нет денег или еще популярный комментарий я интересовался темой смотрел много видео слушал авторов эти комментарии лишь доказывают слова что сейчас много людей которые называют себя электриками которые выполняют электромонтажные работы но теорию и правила они не знают для информации скажу что мы мы это компания электрик предлагаем электромонтажные работы монтаж контуров заземления под ключ с выдачи паспорта электрические измерения проверку контур заземления молния защита дома ну вот и вся краткая надеюсь полезная для вас информация по теме чем опасно узо без контура заземления квартире советской постройки если остались и появились у вас вопросы задавайте в комментарии к данному видео пишите в комментариях какие бы вы хотели на какую тему увидеть видео на нашем канале мы обязательно снимем это видео специально для вас если вы не подписаны напомню рекомендую подписаться на наш канал если видео понравилось не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео в социальных сетях оставайтесь подписчикам нашего канала оставайтесь с нами с нами будет не скучно с нами будет интересно всего хорошего а